Здравствуйте! Пришло время русского мира. Об интересных событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Любовь Курьянова, в этом выпуске. В первой всероссийский благотворительный съезд в Москве собрались меценаты и волонтеры из разных регионов страны. В столице Венесуэлы открыли памятник Александру Пушкину. Звезды русского мира, концерт, посвященный семье и традиционным российским ценностям, объединил участников международного проекта. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя завершил свою работу первый всероссийский благотворительный съезд. Его участниками стали известные благотворительные фонды и волонтерские организации, а также политики, предприниматели, деятели культуры и искусства. Первый всероссийский благотворительный съезд открыл патриарх московский и всея Руси Кирилл. Помимо торжественной части, презентации и награждения благотворительных проектов, гостей ждала пленарная сессия с участием Героев России и Донецкой Народной Республики. После выступлений делегатов из разных регионов страны состоялось награждение известных кинематографистов и благотворительный галоконцерт под названием «Дети Донбасса. Дети России». Из летной школы, трижды герой Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. Мы здесь представляем благотворительный фонд от нашего коллектива школы, первопоющей, и будем тут выступать, будем петь смуглянку и танцевать вальс. Нам очень приятно, что нас выбрали на первый благотворительный съезд именно нашу кадетскую школу. Специальным блоком съезда стало участие многодетных матерей-героинь под эгидой «Год семьи. Матери России». Также в течение дня на территории Храма Христа Спасителя была представлена персональная выставка заслуженного художника России Александра Шилова и стенды других интересных проектов. Мы запустили акцию с несколькими фондами. Фондом «Герой нашей Родины», Славянский фонд России и фонд «Аквиан». Мы запустили акцию нас объединять в защитники. Когда на футболках каждый житель нашей страны пишет пожелания, дети пишут пожелания, взрослые пишут пожелания, ветераны, просто жители нашей страны пишут пожелания. И эти маечки мы собираем здесь, в Москве, и отправляем ребятам на СВО. И эти футболки, они идут как оберег. Когда ребята их получают, они чувствуют защиту, они чувствуют теплоту от нас, от наших жителей нашей страны. Среди звездных гостей в мероприятиях съезда приняли участие солист Большого театра России Егор Семачев, легендарный ансамбль «Непоседы», а также народные и заслуженные артисты России. Мы сегодня приехали сюда в качестве партнеров, инфопартнеров, почетных гостей. Сегодня у нас очень большая делегация, наши тоже лидеры клубов. Вот из Палестины доктор Басам Альбулу и сегодня здесь тоже в почетных гостях. Приехала прямо из Армении напрямую наша Лусия Авдаян. Она у нас возглавляет Армению и Липецкую область. Сегодня со мной наши вице-президенты клуба Ярослава Евдокимова, Юлия Любавина. Поэтому такой большой-большой делегации посетили. Это на самом деле очень доброе, нужное мероприятие. Я всегда присутствую там, где есть добро. Я приглашен сюда через Лариса Солнечная, художественный руководитель всего этого форума. Вот организатор. Здесь такие люди прекрасные. У них одна цель – помочь, сделать добро, сделать наш мир лучше. А что еще может быть лучше, чем этой целью? Россия – великая страна, Россия – добрая страна. Наши дети, наши люди в Донбассе нуждаются в том, чтобы мы их помогали, поддержали, спасли. В настоящее время в тесном сотрудничестве с правительством Саратовской области идет подготовка к установке монументов «Дети Донбасса, дети России» и «Героям России» в Саратове. Последний представляет собой триптих, на котором плечом к плечу стоят воин, священник и волонтер. Те люди, которые сегодня являются подлинными героями нашей страны. Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для программы «Время русского мира». В столице Венесуэлы, городе Каракасе, появился бюст российского поэта Александра Пушкина. В торжественной церемонии открытия памятника принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Республики Иван Хиль и мэр города Кармен Милендес. Памятник Пушкину украсил один из старейших парков Каракаса, откуда открывается вид почти на весь город. Скульптура установлена на постаменте, изображающем кипу книг. Автор композиции, член Московского союза художников, скульптор Виталий Шанов. Бюст был передан в Венесуэльской стране по линии Российского военно-исторического общества. Подобная скульптура была установлена в Бресте в 2019 году. Сейчас, когда на Западе с обозапвентом занимаются переписыванием историй, сносом памятников, отменой культуры, мы с нашими милициональными друзьями продолжаем вследствие чтить настоящий свой память, передавая себя по-моему поколению. Пушкин не только великий поэт, создатель современного русского языка, но еще и дипломат, мыслитель и патриот слова. Церемонию открытия памятника приурочили к юбилею великого русского поэта. Со дня его рождения в этом году исполняется 225 лет. В Министерстве иностранных дел Венесуэлы назвали открытие памятника доказательством братских отношений, которые связывают народы двух стран. В подмосковном городе Ходьково состоялся благотворительный концерт «Звезды русского мира». Артисты посвятили свои выступления традиционным ценностям России, семье, любви, дружбе, родине. Подробнее в материале моей коллеги Альбеке Ильясовой. В культурном центре Елизаветы Мамонтовой прозвучали как народные и авторские песни, так и любимые многими произведения советских и российских композиторов. Их подарили зрителям участники международного культурно-патриотического проекта «Звезды русского мира». Алла Харабурдина, Валерия Янковская, Ангелина Василевская и Екатерина Алексеева. Также в мероприятии приняли участие артисты Александровского академического хора под руководством Евгении Ивановой. Начинала я концерт, конечно же, с песни о нашей стране, о России, на музыку Александра Флерковского. А также очень многие песни, которые близки нашему народу, которые они любят и подпевают. Например, известную песню из репертуара Лидии Руслановой «Валенки». Это мой, скажем так, репертуар. Народные песни, патриотические. Все, что связано с нашей страной и с ее ценностями. Часть песен Александровского академического хора была посвящена Юрию Гагарину, чье 90-летие пришлось на день проведения концерта. Закончилось выступление песней «Катюша», которую музыканты исполнили вместе со зрителями. Сегодня прозвучали замечательные произведения о природе, о мире, о добре. Это произведение «Русский вальс» прозвучало первым в моем исполнении. Я безумно рада, что я участвовала в этом благотворительном концерте. Хотела, чтобы таких концертов было больше, а мы всегда будем рады принять в них участие. Организатором концерта выступило общественное движение «Русский мир» и «Русская мечта», а также общество развития русских национальных видов спорта и этнической культуры «Богатырская Русь». Альбика Ильясова специально для программы «Время русского мира». В «Русском доме» в Ханое прошел финальный этап 17-й общей вьетнамской олимпиады по русскому языку. Участие в ней приняли школьники со всей страны. Ребята выполняли задания соответствующего уровня сложности по трем направлениям – аудирование, чтение и говорение. Награждение победителей состоится 24 мая в стенах «Русского дома». Напомним, олимпиады по русскому языку проводятся во Вьетнаме с 2004 года. Изначально в конкурсе могли участвовать только студенты, но в 2008 году такую возможность получили и школьники. Артисты из разных стран приняли участие в акции «За сохранность памятника Алеша» в болгарском городе Пловдив, установленного в 1954 году. С идеей о проведении акции выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, предложив поддержать ее информационному агентству ТАСС и фонду «Гуманитарный мир». Участники международного фестиваля «Дорога на Ялту» и другие российские и зарубежные артисты записали ролик в защиту памятника советскому солдату-освободителю, исполнив знаменитую песню о нем. «Стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат». Напомним, в январе депутаты Муниципального совета Пловдива от партии «Демократы за сильную Болгарию» выступили с предложением о переносе памятника Алеши в Музей социалистического искусства в Софии. После этого в Пловдиве прошла акция против разрушения памятника. Вместе с горожанами в его защиту выступили депутаты парламента от Болгарской социалистической партии, представители гражданского движения «Встань, Болгария», антифашистского движения и ряда других общественных и политических организаций. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, в городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok